Всем здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Подскажите, пожалуйста, меня видно, слышно? Отлично. Спасибо за обратную связь. Рада вам представиться. Меня зовут Юлия Боедюкова. Я старший менеджер по продажам природно-здоровительного комплекса «Алта-Резорт». Отлично. Спасибо. Рада вас еще раз всех поприветствовать. Подскажите, вы видите мою презентацию? Отлично. Я готова начать представить вам наш отель, который находится в республике Алтай, недалеко от города Горно-Алтайска, в таком огромном месте, в окружении природы, свежего воздуха. Мы такой центр мира, небольшая республика Алтай наша, поэтому мы являемся таким отдаленным основным прортом республики Алтай, одним из основных прортов. Начнем немного по презентации. Хотела бы вас познакомить и представить вам наш отель. Возможно, кто-то из вас уже знаком с нами, кто-то из моего рассказа сейчас узнает что-то новое. Кто-то первый раз у нас слышит, первый раз нас видит. Я буду рада вам его представить, чтобы вы приехали к нам отдохнуть, почувствовали это то самое место силы, которое у нас находится в республике Алтай, в городе Горно-Алтайске. По основным моментам я пройдусь по презентации и по общей информации. Такая небольшая вводная информация. Территория нашего отеля 77 гектар. Она достаточно длительная и 1,7 километра в длину, поэтому очень развитая инфраструктура. Основные моменты, конечно же, это наш номерной фонд. Очень большой наш номерной фонд. На данный момент у нас более 130 номеров находятся на нашем отеле. Это разделение коттеджей и разделение новой гостиницы. Новую гостиницу на 60 номеров мы построили в 2019 году. Запустили ее. Большая, отличная деревянная гостиница в два этажа с торговыми точками, с отличными номерами «Супериор». Про них я расскажу еще дополнительно. Она находится как раз в нашем сердце отеля, про что я хотела бы вам еще более подробно рассказать. Начну я немного с карты, я думаю, территориально, чтобы вы видели, какая у нас территория обширная, большая, а потом уже пройдусь по зонам отдельно. Как вы видите, в центре как раз у нас находится гостиница. К минутку у меня сейчас презентация прогрузится именно по карте. Подскажите, а вы карту видите уже? Карту видим, отлично. Как раз вы видите, в центре у нас гостиница. Это наш большой гостиничный комплекс на 60 номеров, два этажа. Отличное расположение, шикарный вид. Как раз она стоит на возвышенности, поэтому с ее балконов открывается шикарный вид на озера. Ну и, соответственно, либо другая сторона уходит на вид на деревья, на лес и на чащу. Она достаточно новая, хорошие номера. Номера, конечно же, все одинаковые, но плюс это единственные номера, которые у нас в кровати твины. Что удобно, как и для индивидуальных, для семейных пар с детьми, для индивидуального отдыха, так и для корпоративного. 60 номеров, соответственно, максимальная вместимость у нас до 120 человек. Это очень удобно, комфортно в одном месте. Гости, которые проживают в гостинице, завтраки у них также проходят в гостинице, поэтому это очень доступно и удобно. Также по территории можно понять, все остальные по номерам – это коттеджи. У нас 19 сложенных коттеджей, из них два премиум-класса – это коттедж-апартаменты, это первый и седьмой. Остальные коттеджи также различаются. Они есть и на 6 номеров, и на 5 номеров, и дуплексы с раздельными входами. На самом деле каждый гость сможет найти себе наиболее удобное размещение. Это как индивидуальные маленькие семьи, 2-3 человека, так и большие, групповые, 5-6 человек с семьями приезжают. Можно снять как раз коттедж. В каждом коттедже у нас обязательно есть каминная зона и уже индивидуальные номера. Номера индивидуальные для каждого, соответственно, ванная, гостиная. Гостиная – одна общая каминная зона, а индивидуальные ванные комнаты уже у каждого номера свои. Они все отличаются, поэтому у нас достаточно разнообразный номерный фонд, разнообразные номера. Есть и в темном стиле, и в светлом стиле. Кому как больше нравится. Поэтому по душе можно найти любой вариант, как больше понравится гостям. По месторасположению также можно увидеть, что у нас есть и вертолетная площадка. В зимний период у нас и каток. Мы находимся в окружении мораловодческого хозяйства, мораловодческая ферма, поэтому у нас активно используются услуги пеших экскурсий. Именно сходить, прогуляться, посмотреть на моралов, которые прогуливаются. И это в любом случае лесная прогулка, она полезна для здоровья, тем более по горной местности, тем более с нашим чистым воздухом. Инфраструктура очень большая. Я думаю, что я побольше расскажу сейчас именно по тезисам. Хотелось бы пройти как раз по номерному фонду нашего отеля. Всего, как я говорила, уже более 130 номеров, 19 коттеджей. И здесь можно как раз увидеть, что у нас есть категории коттедж-апартаменты, люкс, полулюкс и делюкс. И, соответственно, еще дополнительно категория супериор 60 номеров, как я уже озвучила, это в новой гостинице. Дополнительно есть еще дополнительный номерной фонд, который мы предоставляем, возможно, под организацию мероприятия, либо под сопровождение. Здесь его мы не указали, но он есть в наличии, поэтому его необходимо будет дополнительно запрашивать. Если у вас есть такое оживание. Все у нас коттеджи из дерева, все эко, поэтому антураж у нас весь такой именно идет сложенный из эко-материалов. Начнем с категории номера улучшенной супериор, которая находится в гостинице. Вы здесь как раз можете увидеть, что это большая кровать 2х2,20, которая имеет свойство раздвигаться и превращаться в компанию Твин. Плюс еще в гостинице есть номера-коннекты, которые удобны именно для проживания семейных пар. Очень комфортно. Между номерами есть сдвоенные номера с отдельными дверьми. Очень комфортно. По квадратуре достаточно большой номер. Это 34-36 квадратов. По расположению они немного отличаются, но антураж у них у всех одинаковый. Они сделаны в таком стиле. Стандартные номера с отличной большой террасой. В летнее время мы обязательно выставляем террасу. Роданговая мебель обязательно есть, поэтому гости могут и не выходя из номера, насладиться видом из окна, воздухом и находиться уже, соответственно, на этих больших балконах. Также у нас ортопедические матрасы в основном везде, во всем отеле. У нас обязательно есть меню подушек, которые гость может выбрать, на каком ему удобнее. Поэтому все доступные варианты мы можем предложить нашему гостю. Далее все номера идут уже по коттеджу. Следующие номера – это категория «Делюкс». Это однокомнатный номер. Также здесь двуспальная кровать. Только здесь нет дополнительного места. Но все равно комфортно. Обязательно терраса. Также с ротанговой мебелью, но уже идет на выход на террасу из коттеджа, который ближе находится к местам дорожек. Здесь он тоже разделен немного по деревням, поэтому у нас есть коттеджи из клееного бруса, а есть кедровые коттеджи. Вот вы сейчас видите на слайде. Это у нас клееный брус, коттедж. Они есть и на 5, и на 6 номеров. И, соответственно, дуплексы. Следующая одна из категорий – это наша «Полулюкс». «Полулюкс» находится также и в кедровом коттедже, и в клееном брусе. Плюсы «Полулюкса» в том, что он больше по квадратуре, и у него уже есть разделение. Есть разделение спальная зона и гостиная зона индивидуально в номере. Каминная зона идет на все номера, а отдельно уже в номере просто гостиная зона. Также выход на террасу обязательно, также коттедж, отдельный номер, удобно, квадратура больше, разный стиль. Здесь мы выбрали для вас более затемненный стиль, но есть светлые оттенки, в таком светлом, практически белом стиле. Это номер категории «Полулюкс». Одна из высших категорий номеров – это у нас «Люкс». Это уже идут двухкомнатные номера. Они находятся в кедровых коттеджах. Там четыре номера, два этажа, большие обширные дома, обязательно также аркерная зона, каминная зона, доступность к коттеджу. Но она на самом деле все в шаговой доступности. Квадратура тоже достаточно большая. Здесь же и дополнительное место для более больших семей. Это очень удобный, отличный вариант. Также можно и целым коттеджем снять. Здесь дополнительные еще в общей зоне. Есть кухонная зона, где гости могут разогреть, микроволновка, холодильник, обязательно кулер, чайник. Ну, это все составляющие. Дополнительная кухонная зона у нас, кухонная обеденная зона, именно находится в коттедж. Это именно в люксовых коттеджах у нас есть такие моменты. Здесь также есть балконы и обязательно выход на балкон. И основной коттедж – это коттедж-апартаменты. Это единственный коттедж, который сдается в одни большие руки, две комнаты, 169 квадратов, два этажа, кухонная зона. Здесь никаких соседей быть не может, поэтому все сдается в одни руки. Звукоизоляция в коттеджах достаточно хорошая, но, конечно же, это деревянный дом, потому что мы специально, чтобы не нарушить экстерьер, мы не интерьер, не экстерьер, мы не стали обрабатывать внутри. Обработка обязательно противопожарная всех коттеджей, но никаких дополнительных материалов нет. Мы стараемся, конечно, улучшить этот момент, но где коттеджи по номерам, есть небольшая звукоизоляция такая. Ну, все равно это деревянный дом. Слышимость она будет, есть. Лучше звукоизоляция, конечно, тоже в гостинице. На территории отеля, тоже особое внимание, у нас есть два ресторана. В летнее время у нас работают два ресторана. Обязательно это и пилигрим, и адамант. По кухне они немного разнятся, но гость, который приедет, посетит нас, он сможет там в течение двух-трех дней попробовать разную кухню. Адамант мы, конечно, больше акцентируем. Нет звука. А, все, появился, слышно, все отлично. Прогрузилась, наверное, просто презентация подгрузилась, и звук немного пропал. Рестораны, два ресторана. У нас очень богатая винная карта, которую мы пересматриваем каждый раз, из сезона в сезон. Мы стараемся добавить более интересные позиции, чтобы вы удивились, вам было приятно попробовать местную кухню из местных продуктов, потому что экопродукты на самом деле это у нас та самая небольшая фишка, которую хочется с вами поделиться, и чтобы вы оценили этот вкус и насладились видом из окна, обслуживанием и нашими блюдами такой более местной кухни. Это два ресторана. Теперь более подробно про каждый ресторан. Пилигрим у нас более русская кухня, классическая. У нас есть и детокс-меню, и разные моменты детское меню, спецпредложения мы делаем, мы делаем десерты. Десерты мы обязательно производим, мы нас готовим, мы не закупаем. У нас есть своя кондитерская. Небольшая, правда, но она есть своя. Поэтому хлеб, кондитерские изделия мы все производим у нас на территории. Вот как раз на слайде вы видите, это ресторан Пилигрим. Мы его обновили также в 2019 году. Новый интерьер уже сделали. Мы постоянно его дорабатываем, что-то добавляем. Очень удобное, комфортное размещение. Два этажа. Терраса обязательно. В летнее время можно находиться на террасе. Здесь, конечно, кухня больше стандартная, такая европейская. Здесь также мы проводим в некоторые вечера в праздничные дни какие-либо программы, музыкальные вечера. В этом ресторане живая музыка. Ну, все будет зависеть, конечно, от таких моментов. В основном, конечно же, на уикенда мы гостям делаем небольшие, приятные такие моменты. Детское меню обязательно также у нас добавляется, обновляется. И это эко-продукты, как я тоже уже вам говорила. Наш шеф-поварк постоянно работает, постоянно дорабатывает. Мы вносим какие-то новшества. Ну, и, конечно же, это обязательно используем ягоды местные, сезонные фрукты, овощи. Все это, конечно, мы стараемся именно в сезонности сделать. Особое внимание хотел бы тоже уделить о том, что у нас есть своя сыроварная. Мы сами готовы сделать сыры разного производства. Меню вы, кстати, можете увидеть тоже у нас на сайте. На сайте, когда вы сходите в обкладку «Ресторан», там можно скачать меню. В ресторане «Пилигрим» и там есть отдельное меню «Сырное». Полностью прописано, какой сыр. Мы его производим, выдерживаем, соблюдаем все нормы. Поэтому, на самом деле, отзывы достаточно хорошие, не достаточно, а просто отличные отзывы по поводу нашего сыра. Каждый раз у нас есть сырные тарелки. Это именно наш собственный сыр, который производим. У нас есть люди, специальные наши сотрудники, которые профессионалы в этом деле. И мы знакомим гостей уже с нашими сырами здесь на месте. Гостям также можно, помимо того, что попробовать их в ресторане, можно дополнительно заказать с собой. И взять с собой в дорогу подарок. Мы его соберем в пакетик определенно, да, там, пока лавки. Все это можно приобрести. Так же, как и мясные продукты, так и сырные продукты. Мы делаем это именно так же и на вынос. Ресторан «Адамант». Это более гриль-меню. Кухня на огне, блюда на огне. Это, опять же, тот же морал. Говядина, баранина. Это более мясо, которое готовится на огне, с овощами. Это не какие-то, да, сковородки или что-то такое. Это на прямом огне. У нас мангалы стоят на улице. Мы предоставляем гостям такую возможность. Терраса обязательно. Он немного поменьше, также в два этажа, но немного поменьше. Все равно антураж очень хороший. Сделан тоже в темном стиле. Комфортная обстановка. Хороший обслуживающий персонал. Достаточно все очень квалифицированные. Один из ресторанов. Здесь у нас проходят завтраки. Это наш лоббар. Здесь посадка на 120-140 человек. Здесь завтрак проходит как раз для гостей, которые проживают у нас в коттедже. Завтрак у нас шведский стол, поэтому для гостя в наличии есть и орехи, ягоды, сухофрукты, молочные изделия, кондитерские, кофе, чай. Ну, полностью набор. Поэтому гость может подобрать завтрак под себя. Это обязательно и свежие овощи, и каши, и мюсли. Большой спектр продуктов, которые мы предоставляем на завтраки. Завтрак у нас входит в стоимость проживания. Отдельно за него платить не нужно. Когда вы приезжаете, заселяете, все, он уже у вас включен в стоимость проживания. Определенный момент я хотела бы уделить, это нашей клинике, наш центр здоровья, который находится у нас на территории. У нас достаточно много программ медицинских, которые мы предоставляем нашим гостям. У нас на сайте также есть информация по клинике, центр здоровья, и там выгружены как раз все наши программы. Мы каждый раз под сезон пытаемся внедрить новые программы, которые включают в себя то, что необходимо именно вам, нам, гостям, которые приехали бы к нам получить вот эти услуги. Они по времени есть разные. На выбор 5-7 ночей, дней, 3 дня можно на 1 день приехать. Очень большой спектр услуг. У нас врачи, которые приезжают к нам, они очень квалифицированные, знают свое дело, поэтому помогут в любой ситуации. Основные направления, конечно же, это водолечение, это туда как раз нас входят пантовые ванны, которые мы варим специально перед заездом в гости, либо по факту его заказа. Здесь, конечно, основной акцент мы делаем на пантовые ванны, но в совокупности мы предоставляем достаточно большой спектр услуг. Это и спелеовоздействие, это и фулатинг, и теплолечение, термотерапии. На самом деле, очень большой спектр услуг, которые мы делаем. Наш отель так и называется природно-оздоровительный. Мы входим в реестр курортно-санаторных организаций, которые предоставляют санаторно-курортное лечение. У нас квалифицированные врачи, мы можем программу составить индивидуальную, не обязательно основываться на том, что у нас уже есть. Можно приехать, пойти на консультацию к врачу и получить индивидуальный подход по тем показаниям, которые у вас есть от врачей. Мы под вас подберем программу, мы подберем специально, сколько необходимо пройти курс тех же пантовых ванн, либо это физиолечение, у нас такие моменты, как турпатрон есть, которые, ну, это наподобие физиолечения. Лечебная физкультура. Мы оздоравливаем полностью любого возраста людей, и детей мы принимаем на лечение, и взрослых, и также уже пожилого возраста. Мы сейчас разработали программу реабилитации после ковид. Дыхание. Достаточно хорошая программа, очень много хороших отзывов, которая действительно помогает, развивает и оздоравливает людей. Судя, конечно, по нашей экологии, хочется приехать в такое место, где можно отдохнуть, погулять, получить вот эти все оздоровительные процедуры с новым настроением, с новыми силами поехать уже обратно работать и наслаждаться своим светом леса и своим хорошим настроением, которое здесь мы заряжаем. Поэтому Центр Здоровья ждет каждого гостя. Мы готовы подобрать лечение, посмотреть, какие противопоказания есть, каких нет. И если гости приезжают с анализами, конечно, мы уже подберем наиболее подходящий вариант оздоровления, чтобы вам действительно это пошло на пользу. На сайте у нас есть полная информация. Все перечни наших услуг, также и по стоимости можно будет сориентироваться и программами. Например, алтай-детокс. То же самое голодание, оздоровление, очищение организма от токсина. Очень активно пользуется спросом. Входит не только оздоровление, но и специальное диет-меню, которое позволяет очистить организм за короткие сроки. Без ущерба здоровью, без ущерба настроению и без тяжких каких-то перенесенных моментов. Поэтому все достаточно хорошо. Все под присмотром врачей. Обязательно каждый день. Консультация врача, осмотр, контроль полностью за состоянием человека. По любой программе, которую вы можете выбрать у нас в отеле, консультация врача постоянно. Постоянно под присмотром. Никого не оставляем. Поэтому каждому уделяем внимание. Каждому выбираем то, что действительно необходимо. То, что действительно будет действовать. Про пантовые ванны, хотелось бы сказать, конечно, процедура интересная. Самое главное, она очень действенная. Мы для каждого гостя варим отдельную ванну. Поэтому достаточно по сумме она более 4 тысяч рублей. Одна ванна курсом не менее 70 ванн нужно сделать. Но это достаточно хороший стимул на год. Ее не обязательно делать каждые 2-3 месяца. Его достаточно раз в год, либо раз в половину года. Поэтому пантовая ванна все-таки акцент делает. Но у нее есть свои противопоказания. Поэтому лучше всего про пантовые ванны получить консультацию нашего специалиста заранее. Чтобы уже на месте можно было спланировать, как и что. Медицинскую программу можно соединить с теми же пешими прогулками, с пешими экскурсиями по территории Алта-резорта. Здесь есть тиренкурные зоны. Можно выбрать маршруты 6 километров и 12 километров. Сопровождение инструктора, без сопровождения инструктора. Пешие прогулки вблизи района. Мы только приветствуем. Мы специально сделали такие маршруты, чтобы гость уже мог понять, походить, погулять индивидуально по природе, окунуться вот именно в лес, в ту самую природу, которая не тронута совершенно человеком. Я думаю, что это заряжает и наводит как раз на правильные мысли, которые могут позволить потом действовать и дальше работать и наслаждаться уже жизнью. СПА-центр, дополнительно наша инфраструктура, бассейн 25 метров, 4 дорожки, специально построенные по всем нормам. Дополнительно в этом нашем СПА-центре мы оказываем нетрадиционные массажи, тайские массажи камнями, фуд-массажи, в большой перечень услуг также. Специально индивидуальные наши сотрудники могут оказать массажи и плавание в бассейне, инструктора и, соответственно, вот эти нетрадиционные массажи, которые можно дополнительно заказать. Сауна с гималайской солью, что очень хорошо и положительно влияет на наши дыхательные пути. Это все в свободном доступе. Посещение СПА-центра совместно еще с тренажерным сауной и бассейном входит в утренние часы в стоимость также проживания, остальные часы уже по отдельной стоимости. Режим работы достаточно длительный, до 10 часов вы можете посетить на нашей территории уже этот СПА-центр. К таким мероприятиям я могу еще отнести банный комплекс. На территории отеля у нас два больших банных комплекса, в котором есть не только парилка на дровах, но и сауна, не сауна, а хамам. Мы проводим там процедуры массажей, пенных массажей, целые программы есть, пилинги, очищающие массажи, ароматические аромамассажи идут. И парилка. Парильщики, профессиональные парильщики, они могут составить, не могут, а у нас есть уже даже составленные программы парения с релаксом, с несколькими заходами, чтобы как раз все те опоры открылись и организм отдохнул, снял стресс с себя, все мышцы расслабились и уже с новыми силами отдыхать дальше. Это отдельная услуга, ее можно заказать дополнительно. Уже на территории отеля можно понять то, что вы хотели бы, в какое время. Работает тут он круглосуточно, поэтому бронирование возможно на стойке ресепшн дополнительно. Основной блок, один из основных блоков, это, конечно же, наш конгресс-центр. Немного хотелось бы рассказать про корпоративные мероприятия, которые мы готовы принять у нас в отеле в связи с увеличением нашего номерного фонда и единственными конференц-залами, как у нас в республике, больше нет. У нас большие конференц-залы, большой спортивно-деловой центр, где спортивный зал более 600 квадратных метров и конференц-залы, которых 4, которые я сейчас расскажу более подробно. Размещение по конференц-залам у нас, возможно, до 150 человек, даже до 200 мы можем разместить. И у каждого свои плюсы, под каждую группу мы можем определенные найти параметры, которые подойдут. Индивидуальный подход. Наши менеджеры, которые находятся на территории отеля, работают с заказчиками, индивидуально подбирают программы, согласовывают меню, развлекательные программы и, соответственно, по конференциям также, что необходимо, мы можем предоставить, сопроводить мероприятия как IT-специалистами, так и индивидуальными менеджерами, которые работают у нас именно с групповым сегментом, с корпоративными заказчиками. Один из самых больших залов – это киноконцертный зал. Киноконцертный зал на 140 посадочных мест. Эта конструкция, она собирается, она сборная, поэтому из этого зала возможно превратить в танк-зал. Этот зал, он закрытый. Большой проектор, который над всю стену. Шумоизоляция в этом зале, поэтому у нас там проходят некоторые киносеансы индивидуальные, как очень удобно. Проектор обязательно, презентацию провести, звукозапись, аудиозапись, видеозапись – все это есть, все залы также дополнительно можно связать между собой и провести уже такие, если количество людей в группе большое, то можно между собой связать и дополнительно удобно будет провести большое совещание. Так же, как и ВКС с другими регионами, которые мы также настроим, поможем и сопроводим мероприятия. Дополнительно зал – большой конференц-зал по количеству 100 человек, кругу стол, рассадка театром, возможно, до 120 человек, посадка именно театром не за столом, обязательно. Здесь указаны сейчас две видеостены, мы в данный момент обновили этот конференц-зал, у нас теперь одна большая видеопанель, микрофоны, которые у нас есть и врезные в столе, также есть и обычные, которые переносные, петличные, врезные, как бы тут уже, как удобно заказчику, чтобы помести это мероприятие. В стоимость также входит уже полностью оборудование, камеры, колонки, ноутбук для реализации презентации, для проектирования ее – это все у нас уже входит в стоимость. Малый кинозал, простите, малая конференция. Здесь на 20-25 человек удобная рассадка, одна видеопанель. Здесь уже, как вы видите, дополнительно у каждого присутствующего на конференции есть свой экран, который в столе обрезан. Это дополнительная видеопанель, через которую он может проектировать на общий экран, на новый экран, на большой экран всем сидящим рядом. И, соответственно, переговорная комната для маленьких групп – 10-12 человек. Удобно для небольших выездных мероприятий. Гость может находиться там, как по заказу. Туда это также в аренду можно снять данную комнату. И вот как раз я тоже вижу дополнительный еще наш вопрос. Это по концепции детского отдыха. На данный момент у нас на территории отеля находится большой детский клуб, созданный совместно с детским миром. 600 квадратных метров с зоной отдыха, с игровой зоной, с зоны кухонной, где дети могут даже в ресторан не ходить, мы можем доставить еду уже на место в детский клуб. Находятся с детским клубом совместно. Есть аниматоры, которые постоянно находятся в детском клубе. Они работают с детьми. До 6 лет детей, ну, конечно же, в зависимости еще дополнительно от ребенка, мы берем сопровождение взрослых. Те, кто старше 6 лет, уже взрослые могут оставить детей в детском клубе и отправиться либо на экскурсию, либо в клинику, заняться какими-то своими моментами, которые хотелось бы. Творческие мастерские. Сейчас мы прорабатываем детскую программу отдельно. Мы прорабатываем игры на улице в летнее время, да, это полностью развлечения. Мастер-классы, игры на свежем воздухе дополнительно. Ну, в зимнее время, конечно же, это обязательно детские развлечения. Мы каждый раз стараемся на каждые выходные приглашать, что детям тоже интересно, это катание на собачьих упряжках, на хасках. Мы стараемся их практически каждые выходные приглашать, чтобы это было одно из развлечений детских. Достаточно интересно общение, тем более в зимнее время. Тем более у нас такая территория обширная, где это можно оценить в полной мере. Здесь же и просмотр кино. Есть игровая зона, есть дополнительно, еще дополнительные мастер-классы. Ну, знаете, просто программа вся, каждый раз прописывается на каждый день отдельно. Это и аквейрубика, и ходить можно в бассейн, да, они групповой ходят. И уже внутри развивающие игры. И уже здесь они выбирают, чем они хотят больше позаниматься. Детям посещать бассейн можно в сопровождении взрослых, в сопровождении, там также в ходе стоимость до 6 лет, детям бесплатно посещение бассейна в сопровождении родителей. Детская концепция только больше еще развивается и развивается, поэтому я думаю, что мы будем стремиться к все больше и больше развитию. Анимационная команда достаточно большая, это несколько человек, которые работают с детьми. Можно также индивидуально подкрепить к ребенку няню, либо аниматора, который будет с ним в течение всего дня. С постройкой новой гостиницы мы открыли новые торговые точки. В торговой точке один из них – это наш винный бутик и сигарный клуб. Здесь мы проводим разные мастер-классы, винное казино, дегустация разных вин с периодичностью, где гостям мы как раз можем предоставить такую возможность найти то самое вино, которое он искал. И здесь он работает и в вечернее время, мы проводим здесь именно вот такие небольшие мероприятия, уединенные, небольшое количество людей, они такие более индивидуальные, совместно с дегустацией разных вин. Основным тоже моментом, новшеством – это наша комната виртуальной реальности, которая находится в детском клубе. Это наше новшество, которое мы также внедрили совсем недавно. Мы прорабатываем этот вопрос. Ну, это более для, уже для постарше детей, но это интересно и также пользуется спросом, который в детском клубе дополнительно. И можно посещать не только детям до 10 лет, но и тем, кто постарше, это 16, 15, 14 лет, тоже будет интересно в детском клубе. Поэтому каких-то определенных ограничений там у нас нет, поэтому мы каждого ребенка ждем к себе в гости и каждому найдем занятие по душе, то, что ему действительно нравится. Торговые точки еще дополнительно у нас есть на территории отеля отдельно стоящее здание – это у нас эко-маркет. Мы там представили продукцию наших местных производителей, наших коллег – это Бирюлинское сельскохозяйственное предприятие, это алтайские луга, которые производят мясные деликатесы, колбаса, консервы, тушенка, ну и многое-многое другое. Обязательно алтайские чаи, сборы алтайских трав, которые направляются также еще и на оздоровление и очищение. Есть разные сборы из разных трав, которые собираются именно местными нашими умельцами. Здесь вы можете помимо чаев и колбасных делик, и, конечно же, найти косметологические моменты. Здесь у нас есть и шампуни на основе натуральных продуктов, это и экстракт пантов. Оно бывает в разных видах концентрация, она идет и в шампуне, и крема, на оздоровление кожи, на оздоровление организма. Также можно пантовую ванну приобрести в концентрате, в банках, которые вы можете потом уже дома, для поддержания того эффекта, который вы получите от этих ванн, которые у нас на территории, вы можете потом поддерживать и разводить ее в своей ванне по определенным инструкциям, и поддерживать уже это состояние на протяжении всего года. Здесь также и конфеты, и десерты, сладкое, также алтайские, с алтайскими ягодами, обязательно брусника, клюква, это самые такие распространенные ягоды, которые у нас в республике Алтай носят более такой целебный больше момент. Также мы проводим там и дегустацию, дегустацию чая, какие-то моменты небольшие, гостей там всегда рады видеть, есть специально отдельная чайная зона. Сейчас вы видите на слайде, это наша лавка мастеров, здесь именно больше акцент на интерьер, на рукодельные куклы, на рукодельные вещи, на сувенирную продукцию, именно не только отеля, а полностью республики Алтай и Алтайского края. Здесь вы можете и картины ручной работы найти, это и поделки, достаточно большой спектр именно сувенирной продукции, которая украсит дом любого человека, потому что ручная работа, она всегда славилась и всегда украшала интерьер тот, который у нас есть, добавляла. Если даже вы что-либо забыли дома, вы всегда можете прийти в наш магазин брендовой одежды и приобрести ту вещь, которую вы захотели бы. Сейчас в дополнение еще мы открыли торговую точку, пригласили наших коллег, это Кашемир и Шоук дополнительно, также есть хорошие вещи, бутик-отель, и в дополнение еще есть и меховые изделия тоже. Мы производим, не производим, а предоставляем гостям такую возможность увидеть выделку шкур разных моментов, разной выделки, разного размера и разных шкур. Конечно же, если с гостями вы, когда к нам приезжаете, мы предоставляем не только комфортный отдых в номерах, комфортное размещение, хорошую еду, мы предоставляем еще также экскурсионные программы. Поэтому если приезжать к нам на 5-6 дней, вы всегда найдете, чем у нас заняться. У вас не будет ни одного свободного дня. И это самое важное, это как раз окунуться и отдохнуть. Досуг у нас разный. У нас есть и автомобильные экскурсии по республике Алтай. Мы делаем сейчас, прорабатываем на летнее время сборные экскурсии. Не только индивидуальные на автомобилях, вертолетах, но и индивидуальные, не индивидуальные, а уже сборные. Мы собираем несколько, некоторое количество гостей, которые готовы поехать и направляемся уже в экскурсию по республике Алтай. Конечно же, основные моменты – это и Чемальский район, и остров Монжерок, озеро Монжерок, простите, и с профессиональными гидами, с обедом, возможно, это и пикник. Все по вашему желанию. Это и рафтинг, и сплав, и катание на квадроциклах в близлежащих районах. У нас Каракольские озера, основной из самых ближайших наших памятников природных, это Каракольские озера. Он всего находится в 40 километрах. В течение дня за 5-6 часов либо на квадроцикле, либо на снегоходе вы можете посетить эти Каракольские озера. Соответственно, взяв с собой пикник, это достаточно хорошая экскурсия, длительная, но оно-то у нас стоит, потому что там это то место пока, которое еще совершенно не хожено людьми. Да, там много туристов, там есть некоторые домики, но на самом деле пока там еще нет никакой инфраструктуры. Но сейчас туда уже строят дорогу. У нас есть отдельная дорога, которая вот уже более-менее проходимая, достаточно комфортная поездка, но на квадроцикле, либо на снегоходе. В любое время года вы можете туда добраться и насладиться той самой природой. На территории отеля есть и велосипеды, велосипедные прогулки, потому что территория достаточно большая, в аренду вы можете взять как и велосипед детский, так и велосипед взрослый. В зимнее время это, конечно же, снегокаты, в зимнее время это у нас тюбинговая трасса работает, тюбинги, можно покататься на тюбингах, на лыжах, беговые лыжи, это коньки обязательно, каток, прокат спортный виталят большой, так как у нас на территории три озера, можно на лодочках, катамараны, это тоже есть все в наличии, можно взять в прокат, здесь уже поплавать на месте. Дополнительно еще есть пешие экскурсии, также сборная, и на мораловодческое хозяйство, тоже пешие, мы собираем совместно с аниматорами, можно будет в утреннее время сходить, можно так и индивидуально, кони, конные прогулки есть, также по мораловодческому хозяйству, поэтому на самом деле любое развлечение, оно доступно у нас в отеле, как автомобильные, вертолетные экскурсии, все, что мы готовы предоставить гостям. Вот как раз вы видите, это наши зимние виды отдыха, это вот наши снегоходы, которые мы можем предоставить также в аренду, и на Каракольские озера, и можно просто покататься, не обязательно это на длительный период брать, можно все убрать индивидуально, на тот срок, на который вы хотели бы. В дополнение у нас есть еще беседки, которые находятся не на территории отеля, а за территорией отеля, в районе мораловодческого хозяйства, мы также обслуживаем выездные беседки, предоставляем гостям пикники, организацию пикников выездных, поэтому все достаточно удобно, комфортно, вам нужно только сообщить о своих желаниях, которые мы будем выполнять. Это вот досуг зимой. И, соответственно, те мероприятия, которые мы проводим у нас на территории отеля, это и свадебные мероприятия, и дни рождения, у нас есть специальные предложения для корпоративных участников, особенно в низкий сезон, это специальные предложения свадебные, на день рождения, специальные скидки мы проработали, направили тоже на сайте, у нас эта вся информация есть, мы каждый сезон дополняем какие-то спецпредложения интересные для гостей, которые можно выбрать, либо это длительное проживание, либо это романтика алтайский, горпакет, который будет включать ряд каких-либо услуг. Это все можно будет тоже посмотреть у нас на сайте, либо позвонить нам, но более подробно расскажем уже либо по телефону, либо уже здесь на месте. Презентация моя подошла сама к концу, и я буду рада ответить на ваши вопросы, постаралась максимально рассказать, максимально показать нашу территорию, забыла еще сказать, хорошо, вот сейчас у нас дополнительно еще есть рыбалка на территории отеля, рыбалку можно организовать и на территории отеля, и выездную. Выездную, конечно же, это и на Телецком озере, и на реке Катунь. Разная рыба, также в сопровождении с профессиональными рыбаками, которые расскажут, научат, покажут, как рыбачить, и на что полностью проведут такую небольшую экскурсию. Я вижу здесь дополнительный еще вопрос. Для совсем маленьких два года есть ли какие-либо развлечения? Ну, два годика, да, это совсем маленькие, в основном это тоже в детском клубе, но это совсем маленький ребенок, да, будет сложно, но у нас в любом случае в бассейне есть специальные жилеты, можно с ребенком сходить в бассейн, в детском клубе можно будет находиться, у нас есть и для совсем маленьких игры, такие развлечения, маленькие игрушки, поэтому, я думаю, есть специальные уличные парки, небольшие горки, лесенки небольшие, поэтому можно будет здесь уже погулять. Экскурсии. Организуете своими силами или привлекаете местных? Мы работаем пока с одним местным туроператором, который у нас тоже находится на территории Республики Алтай. Мы часть экскурсий делаем их силами, часть экскурсий, те же квадроциклы, снимыходы, пешие, некоторые выездные экскурсии мы делаем своим силами. Так, какие достопримечательности интересные рядом с отелем, без длительной поездки. Есть отлично, вот сейчас в майские праздники, я думаю, что вы слышали, это цветение бабульника, цветение моральника, это красивый фиолетовый цветок, который разрастается на скалах, на горах, просто таким фиолетовым, сиреневым полотном. Это очень красивое зрелище, и очень многие хотели бы и хотят приехать именно как раз, посмотреть его цветение. Это доступно, это майские праздники, это возможно сделать, он начинает свести где-то, ну, в районе первых чисел мая, но в связи с погодными условиями, которые у нас сейчас в Республике Алтай, возможно, немного сдвинется, но я думаю, что так и будет. По времени, полтора, часа, я думаю, что полтора-два часа в одну сторону займет в любом случае поездка. Есть часовые, но часовые в одну сторону, соответственно, но минимальная экскурсия, выездная в Республику Алтай, в любом случае будет составлять не менее четырех часов. Экскурсии, те, которые у нас находятся вблизи территории, это мороловоческое хозяйство, пешие прогулки, это квадроциклы, это снегоходы в зимнее время, это конные прогулки, это все можно час-два, будет достаточно, можно организовать именно не длительную поездку, а здесь, в районе территории, в районе мороловоческого хозяйства. Это все возможно. Пожалуйста, что включает в себя детский клуб? Детский клуб в себя включает работу аниматоров. У нас есть разные абонементы, которые находятся на территории отеля, именно в детском клубе согласованные, есть для людей постарше, которые включают в себя именно вот интерактивные моменты, а есть для совсем маленьких, которые именно настольными играми больше занимаются. У нас есть абонементы, которые вы можете выбрать, они есть и дневные, и есть на несколько дней, можно сразу абонемент взять, и ребенок будет туда уже самостоятельно ходить. Питание – это отдельно. В детский клуб у нас стоимость проживания не входит, это отдельно, как дополнительная сумка. Парковка для ваших гостей бесплатная. Да, у нас только открытая парковка, у нас нет крытых парковок, у нас по определению, как раз на карте вы можете, там где буковка «П», увидеть, где ближе к вам парковка. При заселении администраторы обязательно расскажут, какая парковка ближе к всего дому, помогут с багажом, обязательно доставят вас до коттеджа, расскажут, как работает в коттедже, ключи, как вы можете менять свет, переключать температуру. Это все у нас рассказывается коллегами при заселении. Сейчас мы, у нас есть некоторые ограничения в связи с ситуацией по ковид, мы принимаем гостей при наличии справок. Справок на ПЦР, ну, соответственно, если у вас есть прививка, то необходимо взять с собой сертификат, если у вас есть антитела, то необходимо уже убрать справку на антитела, которая нам необходима будет для преступления. Это меры для все-таки больше, для сохранности той самой обстановки, которую мы продержали весь 2020 год. Мы стараемся все-таки обезопасить каждого гостя от этой ситуации, и в связи с этим мы стараемся все-таки всех принимать, не стараемся, а сейчас у нас обязательные условия предоставления этих справок. Возможно, что-либо отменится, мы это будем дополнительно сообщать, но сейчас у нас каждый гость проходит тестирование и обязательно находится на территории справки, поэтому мы заботимся о здоровье каждого гостя и хотим, чтобы ему было здесь комфортно и безопасно. у нас такая концепция в связи вот именно с таким моментом, что мы единственные хотим предоставить высокий сервис, и, судя, вот просто мы смотрели, уже проводили аналитику, мы стараемся все-таки быть в рынке. Я думаю, у нас это получается. Есть ли к вам рекламные туры? Есть. Мы в 2020-м в связи, к сожалению, с пандемией, мы не смогли их сделать, мы даже не начали набирать никого. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос на 2021 год. Я думаю, что в этом году это будет ближе к октябрю, к ноябрю, мы будем более подробно прорабатывать эти вопросы, и вы можете оставить ваши контакты, и мы с вами свяжемся дополнительно еще, и как только у нас появится вопрос именно по рекламному туру. В каком месяце можно купаться? Действительно теплая вода. У нас на территории отеля купание возможно только в бассейне. У нас именно озера, они для рыбалки, для катания на лодочках, но не для купания. У нас есть пляж, но пока купание у нас в этих озерах запрещено. Оно недоступно в связи с тем, что территория у нас сложная, и эти озера именно искусственные, поэтому не для купания. А в бассейне, да, от клещей мы территорию обрабатываем два раза обязательно. Это в самом начале сезона и прямо перед сезоном. Это, соответственно, в майске, перед майскими праздниками, как только сходит снег, первая обработка, вторая обработка ориентировочна во второй половине мая, потому что разные волны клещей идут по наплыву, поэтому мы стараемся максимально обрабатывать. Если мы встречаем на территории отеля еще какие-то остатки, то мы проводим еще и третью дезинфекцию обязательно под клещей, так же, как и от других мошек, божьих коровок, мух и так далее. Дополнительно еще на территории у нас проводится обработка и от мушей, и все эти нормы мы полностью соблюдаем. Так, много гостей с детьми. У нас разный портрет гостей совершенно к нам едут как с детьми, так и индивидуально пары, и для каждого у нас есть специальное предложение. Можно разместиться и без детей, будет комфортно. Территория очень большая, поэтому гости друг к другу совершенно не мешают. Прогулки доступны, всегда дополнительные все услуги возможно забронировать в разное время. Поэтому у нас как и молодые пары приезжают, так и взрослые уже более пожилого возраста. Поэтому любого гостя мы готовы и будем рады видеть у нас на территории отеля. Да, мы работаем с агентствами, работаем по комиссионным договорам, поэтому вы можете оставить нам на почту вашу заявку, и мы обязательно с вами свяжемся и дополнительно будем заключать договор. Будем рады сотрудничеству. Пантовы ванны, заранее бронировать, доступность есть всегда, поэтому вы можете как заранее забронировать, можете уже и на месте забронировать. Каких-то таких определенных ограничений, закрытия продажи у нас такого нет. Отлично, спасибо вам за почту. Большое спасибо, была рада вам рассказать, познакомить с нашим отелем. Будем рады каждого видеть у нас в гостях, поэтому ждем ваших заявок, ваши запросы на проживание. Мы готовы подобрать вам программу сделать, индивидуальную, активную, либо релакс, оздоровление больше, акцент сделать. Поэтому жду вас в гости. Спасибо большое, хорошего вам дня. До свидания. Продолжение следует...